So, what is happiness for you? And now we do this. Where are you? It's a bit of a little bit. Here we go. Shaitake. They are in such a mess. There is a filter for him to breathe. Because there is a little other grip. He will just 2 months in this package. Where are you? Where are you? With your hands, with your hands. Where are you going? Because you are going to throw it. It's not possible. These packages are called? From you, as I understand, these microbes in the form of paint, which are flying in the воздух, and if they are flying in this package, it's already a problem. If there are microbes, then we will know, that they are wrong. Since they are flying in the woods, there are many factors that may look better than it. From she Rabus, her Это в Китае, когда эти грибы вырастали, их запрещалось, да, просто людям, если не нашел, должен было пестить ко двору, то есть если бы съел, кто-то узнает, то человека казнили бы. Это в китайской медицине, это от всех болезней, от онкологических заболеваний, там, ну, вообще полезно, там, от сердечных заболеваний, для очищения организма. Да, конечно, да, удобно и вкусно, ну, не можно, они делают интересные настойки, например, за стирки или на водки, и там употреблять какие-то, ну, и можно кушать, конечно. Так, и сильно не трампуем, нежненько так. Сначала насыпаю чуть-чуть мицелия и аккуратненько укладываю субстрат. Можно даже чуть меньше делать, мы так решили по два килограмма. Здесь на 50 грамм мицелия, на 100, на один килограмм субстрата, если два килограмма, то надо 100, ну, здесь мы давали 150. Ну, вот так, и все, и вот это блок, и вот таким мы будем его оставлять. Теперь, эти края, так вот заворачиваем и аккуратненько. Все, и это клеим диспенсером. Где он? Где-то должен быть вот этот. Вот там же, в стене. Вот, это у нас получился вот блок шейта. Вот так. Они, почему их такими делают? Иногда можно еще видеть, их делают вот так вот, что вот эти. Мы сейчас объясним. Да, мы заклеим. Значит, их в основном делают вот такими. Он сейчас два месяца будет стоять на инкубации и делают вот так. Потом мы ложим их не вот так, а ложим их стоя на самую тонкую часть, потому что грибы будут расти со всех сторон, чтобы меньшая площадь была для, ну, как он стоит. Понимаете? То есть не вот так ложить, потому что здесь тоже будут расти грибы. То мы их ставим стоя, а сами грибы будут расти вот так со всех сторон. И вот это получается вот такой стандартный вот шейтаки блок. И для этих грибов надо 28-30 градусов на инкубации, где-то полтора, если будет там 28 градусов, то есть за полтора месяца уже под пленкой появятся грибы. И если они уже здесь появились, пленку срезаем и просто ставим вот так. Они сами будут сюда расти. Ну, это тогда мы поставим в этот новый сейчас там. То есть лаборатория там маленькая, которую мы сейчас начали. Да, там 28 градусов там постоянно сейчас. Мы можем там где-то на лавку или как. Да, а потом, ну, это новый лаборатория. Это сцентль для этих грибов. Ай-яй-яй. Ты снял? Снял? Нет. Это такое видео. Там, по-моему, с одного блока я собрал с этого, вот такого маленького. Я собрал где-то, по-моему, килограмм 300. Килограмм 300 с одного этого. Но килограмм 300 это вот такая вот куча. Они легкие все равно. Это грибочки. Не знаю. Сколько блок служит один? Несколько раз у него. Сколько килограмм? Два с половиной. И вот самое главное. Вот эти шиитаки. Даже не нужно делать эксперименты. Там делать их больше. Потому что, чем больше он тем меньше дает урожая. У них какой-то такой закон. Вот я пробовал делать 6 килограмм. Вот грибов все равно будет. Он не любит большого объема. Вот тем более... Вот видите, что я рассказывал о дешевых лукавицах? У меня не дешевые, но у меня маленькие. А вот поменяйте. А там была пара вот такая. Вот это падает. Где-то 35 гривен. А грибы тоже дорогие, да? Грибы были... Ну, короче, по килограмм оптовая цена. Вообще по... Где-то гривен по 40 у нас было. Ну, это еще по старым. По 100 было? Вообще по 100, да. Вообще шиитаки. Вот шиитаки, если в маркете продается большом... Если в большом маркете, то эти шиитаки вообще по 250 лет. То есть там 100 грамм стоит, например, 25 лет. Я сказал, просто покинулся и покинулся. Наверное, его что-то там... На этот перцар. А, да, да. Вот так. Что-то они вверхали с него. Наверное, вверх, как она... Как бывает. Там сейчас дырочки по любому будет. Потому что мы там уже так сделали. Ну, делай так лучше. Ты что? Ты что, ты уже делал? Нет, там ничего. Не знаю. Я тут тоже. Я тут тоже. Я тут не хочу. Приготовим полный рубля от всего, да? Как она снимает шоу? По-моему, вот так ли было, да? Сколько там вот так? Да. Ты там поснимай так немножко вот этот весь процесс так вот. Я так вернусь. Все вместе работаю. Вот так вот. Быстро. Делай. Станем. Да. Все. Все, чтобы все себя. Что он, когда приближаешь его, теряет фокусировку? Там есть еще такая... Стукно как ручка я фокусировал так. Но она идет дальше как приближение. Все. Это из-за чего-то, что, да? Что? Что? Да. Из-за того, что... 20-60 дней. Из-за того, что лечебная, из-за того, что семья, которая это делает, должен делать. Вот если попробуете вот эти пакеты сделать хотя бы там 50 кг, он тогда поймет. Поставить и цену своей работе. Да, да. Оцениваешь свой труд. Кирилл. Да. Вот мы вчера 3-ти делали, да? Ну, полдня пошли. Вот сколько ты бы поставил сидит с носом? Ну, первые там вот эти шиитаки. Но... По-моему, она стоит, потому что она лечебная, получается. Да. Курс попить 10 минут. Во Франции вот эти шиитаки. Во Франции килограмм шиитаки стоит 18 евро. Ого. Да. Мы пойдем во Франции подавать нам. Ась, мы делаем так. Я не говорю, 18 евро. Советуемся с ним, какая у него цена. Советуемся и в Европе какая цена. И уже думаешь, какую ставить. То есть сделать так, чтобы ему было выгодно ехать во Францию, чтобы ехал к тебе. Лучше всего с ними, естественно, если они будут свежие, попробовать. Из них лучше всего... Я, например, их с сырыми вареных или с сырыми жареных, я их не люблю. У них такой какой-то запах. Они вкуснее всего. Если высушить, высушить и варить в супе, то они похожи на келятину. Точно-точно, по консистенции, так как келятина в мясо. Один-два грибочка стоит. Или второе, у них что лучше? Или салаты. То есть стандартный салат. Там помидоры, огурец. И вот если я говорил шиитаки с брензой и с помидорами, это просто именно молдавский бренз? Да! Именно молдавский бренз. Молдавский, мы можем делать и продавать блюдо. То есть вот закусочки есть. Будь он человек со службы. Ну пойдешь ты нам базарку продать? Не здесь, на месте. Вот есть некоторые спешат домой. Запаковал, сделал. Эй, сколько идей придет в голову. Я думаю, что на шиитаки у вас будет спрос. На шиитаки спрос, это сушить. Да, сушить и просто по 100 грамм фасовочка в маленькие пакетики. И вот мы побрызгали, и вот отсюда надо как-то совочком убирать. Тут нету набирать. Будем руками. Ну на второй, там руками берем их. Все страшно. Может вехать? Сколько там? По 400 грамм. Я по 400 грамм. Все, берем по 400 грамм. Знаешь что, ты их визиток и на лавку. Словы. Можно открыть и я перенесу их вниз. Вы словы. Там лаборатория, лаборатория. А, лаборатория? Да, туда на лавку. На лавку. Посмотрите фотографа по тому.